Общественные сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы, все они стали участниками Дня Добрых Дел. Сегодня в ВК-3 находится порядка 360 осужденных. У каждого своя судьба. В настоящее время колонию общего режима номер 3 модернизируют. Нет ни одного помещения, где бы не проводился ремонт. Созданы достойные условия как для работы сотрудников, так и для содержания осужденных. Учреждение Дню Смотра Полезных Дел, в частности коллектив осужденных, подготовилось, проводили ремонты отрядов, медико-санитарной части, коммунального бытового комплекса, столовая, режимного корпуса, центра трудовой адаптации. Осужденные в течение всего года работали на производстве, шили швейную продукцию, а у нас функционируют два швейных цеха. В конце года мы открыли трикотажный участок, закроенный участок, цех по производству гофротары. На базе колонии осужденные получают и образование. Многие заканчивают школу, а кто приобретает специальности. К постояльцам исправительного учреждения приходят преподаватели. Сейчас функционирует православная община. Священники проводят здесь богослужения. Тем, кто здесь находится по приговору суда, не только вот этого внешнего момента в жизни, но и никогда не забывать о своем сердце, не забывать о своей душе, не забывать о том, что определяющим в нашей жизни, по большому счету, является не внешние обстоятельства, а то, что находится внутри нашего сердца. Три сотни осужденных в колонии живут по установленному распорядку дня. Для некоторых день полезных дней стал крайним в этих стенах. Трое осужденных вышли на свободу досрочно. Возможно, сейчас их жизнь поменяется, и они больше никогда сюда не вернутся. В этот торжественный день я хочу поблагодарить сотрудников администрации и строительной колонии, которые провели большую воспитательную работу со мной. Направили меня по очень трудному, но единственному правильному, верному пути, чтобы мое досрочное освобождение стало возможным. Сегодня я вернусь к жизни за пределами колонии, своим родным и близким, которые ждали этого дня с нетерпением. В конце торжественного мероприятия гостей колонии пригласили на ярмарку. Здесь гости могли покушать, а также посмотреть на изделия, которые делают сами осужденные. На ярмарке Дня полезных дел представлены работы, созданные руками осужденных. В преддверии чемпионата мира по футболу они смастерили символ этого события. Есть икона Сергея Радонежского, герб страны, а также одежда собственного производства. Юрий Воронин, Максим Колосов, Новости провинции.